Удастся ли Путину уломать Лукашенко, заставить его все же послать белорусскую армию в бой против ВСУ? Начнем с того, что решение принимает не Лукашенко, и то, куда он там нацелил чего-то на центре принятия решений, это в его больном воображении. Он ничего не решает, он является марионеткой на территории Республики Беларусь, хозяйничает Путин. Если Путин решит отправить белорусские войска, это произойдет. Другой вопрос, что сейчас они имеют результаты социологических исследований, которые показывают, что белорусские войска не готовы воевать и не хотят воевать за интересы чужого дяди. Для того, чтобы они захотели воевать, нужно сделать по рецепту Геринга, и, кстати говоря, не Геринга, и раньше это было известно, но есть такие на Нюрбенском процессе. Геринг, в частности, говорил, конечно, никто не хочет воевать за чужие интересы, конечно, никто не хочет быть убитым на этой войне. Делается все просто. Просто показывается, что на нас уже напали, а тот, кто пацифист, он недостаточно патриотичен, и что мы должны идти защищать. Все очень просто. Дальше делаются провокации о нападении на... Помните, я вам сейчас карту принесу, откуда на Беларусь готовилось нападение. А там не принес он карту, не показал, откуда там ракеты запускали. Вот и все. Все очень просто. И у нас, кстати говоря, белорусское население тоже готовят ответными провокациями, рассказывают, как украинцы готовят взрывы в Мозыре. Я вот думаю, что эти все инсайды примерно из одного источника, и все это делается для того, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что ай, на нас напали. Вот когда ай, на нас напали, если это удастся, не дай бог, убедить, вот в этом случае, вот в этом случае Путин и отдаст распоряжение ввести белорусские войска. Сейчас он видит, что ввод белорусских войск – это дополнительный фактор дестабилизации ситуации в Беларуси, а значит и в России угрожает непосредственно его власти. Вот поэтому он и не отдал такой приказ пока. А у многих все-таки складывается впечатление, что Лукашенко не хочет, чтобы белорусская армия начала участвовать в боевых действиях против Украины. Лукашенко не является субъектом политики. Лукашенко – марионетка Путина, и он делает так, мы зависли, да? Вот это жаль. Так бывает, извините. Да, значит, он не решает и ничего не решает в этой ситуации. То, что он хочет или не хочет, он очень хотел пройти по Крещатику через три дня после начала войны, он кричал об этом громче, чем Путин. Так что про его желания тут, вы знаете, у него есть, как вам сказать, детские мечты, когда он просто парадом по всему миру проходит. Так что хочет, но от него это не зависит. Он не хочет, чтобы белорусские войска выступили против него. Это да. Это да. Но это и Путину невыгодно пока. А такой сценарий возможен? Конечно. Конечно, белорусские войска, в случае, если их начнут толкать в войну, могут повести себя по-разному. Реально, белорусские войска воевать не хотят. Они не готовы к этому ни морально, ни физически. У них абсолютно нет мотивации. И если их не удастся промыть головы пропагандой, что на нас напали и нужно защищаться от украинцев, что украинцы не уважают белорусов, что украинцы оскорбляют белорусов в социальных сетях. Вот если не удастся поссорить наши народы, то белорусские войска, а зачем им идти против украинцев? Зачем? Они развернут оружие против своих реальных врагов. Перейдут на сторону украинцев, если так будет ближе, и уже вместе с украинцами начнут воевать, как это делают уже наши добровольческие подразделения. Субтитры создавал DimaTorzok